Украина будет с нами. Это наша территория. Неужели россияне боятся? Боятся, конечно, боятся. Мы очень близко военные к стандартам НАТО. А что там делать? Позитивных новостей не так много. Друзья, всем привет! Вы на Политаконлайн. С вами Денис Пахила. Я представлю своего гостя. Геннадий Балашов сегодня пришел в нашу студию. Лидер партии 5.10. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте. Будем говорить о изменениях на украинской политической сцене. Вот так сказал, друзья. Абсолютной привязки не имеет к сцене искусства, а именно к политической арене. Сергей Притула уже не представитель партии «Голос». Он об этом сам написал у себя в Фейсбуке. 7.06.2021 года, по словам Сергея, он не является членом партии «Голос». Мы не будем говорить о том, что дальше Сергей, куда дальше Сергей, почему. Тут история в другом. Почему у нас, может, вы сейчас скажете, что я не прав, в Украине почти нет политиков и политических партий идеологий. Не персонали, как это очень часто бывает, когда есть название вроде бы как идеологическая, на самом деле партия абсолютно индивидуалиста, а вот нет идеологии, и мы по ней четко идем, несмотря на людей. Ну, надо определиться, что такое идеология. Идеология – это идея плюс логическое объяснение ее. То есть у нас нет партии идей. То есть на самом деле, вот если взять всю зеленую команду, у них есть идея европейское общество. И понятно, куда они нас ведут в Европу. Они строят Украину как Европу, дороги, здравоохранение, то, как они понимают, но для европейцев, для европейских корпораций. То есть можно сказать, что они представители европейских корпораций, которые строят Украину для европейских корпораций. Идея должна быть. И да, действительно, у большинства партий вообще никакой идеи нет. Надо навешать лапши на уши избирателю, поэтому больше работают политтехнологи. Когда подходят выборы, они говорят, а что нравится нашему народу? Нашему народу нравится борьба с олигархами, нашему народу нравятся тарифы. И они начинают, политики возникают, как Тимошенко, это человек-тариф, человек-газ. То есть Ющенко, человек-банк. Это, короче, на сию минуту, или Порошенко, человек-патриот. Все. Это вся их идеология. Когда вы идею высказываете для страны, вы рисуете как бы ее будущее. То есть рисование этого нового царства, что мы можем сделать то-то, 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 и у нас получится вот это. И поэтому сегодня я могу сказать, что есть только одна идеологическая партия, это партия 5-10. Потому что мы четко говорим, нам надо финансовый рай для обогащения нации. Нам надо, чтобы сюда поехали люди работать, чтобы наше будущее строилось из расчета, что у нас будет проживать на территории Украины 80 миллионов населения, а не 25, как вот по нынешним реалиям, что нас ожидает. Поэтому что надо сделать на территории Украины? Превратить Украину в самую свободную экономическую территорию. То есть здесь наиболее свободно должны передвигать товары, деньги и люди. Это и есть финансовый рай. Это идея. Идея заключается в цифрах 5% с покупок и 10% с дохода. И эта идея привлечет сюда массовое финансы, и украинцев сделает богатыми людьми. Смотрите, а почему тогда, ну скажем так, у голоса, не то чтобы не получилось, но произошло так, как произошло. Декларировалось сначала вот тоже свои дела. Ну, у голоса идея Пинчук, идея Вакарчук, идея Притула, идея какая-нибудь звезда на голове, но та же самая идея строительства корпоративного сектора здесь. То есть запуск сюда корпораций, европейских дорог, реанимация там реформ, там все такое, это все для Европы. То есть сейчас абсолютно понятно, какие политические силы за Европу и какие за Россию. А, вот олигархат у нас оказался по российскую сторону, ОПЗЖ, Тимошенко, все они пророссийские, можно сказать. И с другой стороны, есть, как бы центры занимают вместе с Зеленским голос в том числе. Но голос рядом с Зеленским никак не может себя проявить, потому что сильно большая фракция, голос почти ни на что не влияет, и голос все равно вынужден, так как он пришел туда за деньги Пинчука, который заигрывает с европейцами, и у него такая растворилась политика, ни то, ни сё. Мы как бы против олигархов, но мы как бы против этого закона. Ну, такое несоответствие пошло. Возможно, из-за этого притула и уходит, а возможно, уже хоронят этот проект, потому что голос надо не как политическую партию рассмотреть, а как проект на выборы. Проект сработал, завели в парламент людей, но они ничего не могут сделать, потому что идеологии действительно нет. Ну, это так риторически скажу, а что тогда почти миллиону выборцев голоса? Ничего, у них тоже нет идеологии. Миллиону выборцев, как и голосовавших за Зеленского, надо понимать, что голосование против приводит к той ситуации, в которой мы находимся, к нищете. Если вы будете все время против, как и в жизни, если вы все время против соседа, сами вы не развиваетесь. У меня сосед купил Мерседес, я ненавижу его, я хочу, чтобы он вызвал, я хочу, чтобы он разбился на этом Мерседесе. Это против. Тогда у нас были против Кучмы, против Ющенко, против Януковича, на определенном этапе против Порошенко, и все время выбирали следующее. Сейчас очень много людей формируется против Зеленского. Вот это вот голосование против, от противного, это голосование, как у Бабы Яги. Бабы Яга всегда против. В результате вы живете на болоте, мы живем в нищете, а надо голосовать за, за свою семью, за себя, за себя, освобождение от налогов, за отмены НДСа с себя, за введение для себя правильных условий, расцвета. А расцвет – это когда вам дали производительному классу максимум свободы. Если производительному классу не дадут свободы, он уедет, так как имеет безвиз, уедет в Европу. Вот то, что сейчас и происходит. Страшная же цифра. 19-й год, Дубилет приводил тогда министр кабинета министров, они посчитали, что полтора миллиона выехало из Украины за 19-й год. И только ковид остановил это дело. Потому что, если бы не ковид, еще больше бы уехало. Ковид, скажем так, позитив сыграл. А теперь представьте себе, по миллиону в год, если будет выезжать, то как быстро у нас закончится производительный класс? Потому что уезжают лучшие. И когда мы говорим, мы, конечно, хорошо, что в Европу идем, я это всецело поддерживаю, борьба с олигархами, но и европейские компании сюда войдут, но мы должны задаться вопросом, а что мы сделали для производительного класса? Как он будет зарабатывать здесь, на этой территории? Потому что при НДС он зарабатывать точно не будет. При 19,5% НДФЛ он точно зарабатывать не будет. То есть здесь будут дороги, полиция, неплохая медицина, но людей не будет. Страшную картину рисуете. Давайте к позитиву мы все равно не переходим, потому что позитивных новостей не так много. Это лучше, чем было, но хуже, чем есть. Господин Кравчук, это учильник украинской делегации в ТКГ, сделал заявление в эфире телеканала «Пятый» о том, что Донбасс нужно отрезать как раковую опухоль и после этого действия Украина сможет вроде бы как развиваться. Ссылался он на «Олася Гончара», на его дневники. И люди, которые любят творчество Гончара, не нашли пока что подтверждение этой фразы. Ну и дай Бог с ним. Сам факт в таком заявлении. Сам факт, что вот это отрезать, достану пистолет, буду стрелять от Кравчука в исполнении. Вспоминая его связи с тем же Медведчуком и с Уркесом, мы должны говорить о том, что он пытается таким образом себя как-то отбилить. Потом в его возрасте вот эти вот он таким образом свою как бы потенцию показывает. Я ему угрозно еще. Я думаю, что уже политиков в почтенном возрасте можно слушать в виде совещательного голоса. Но в комиссии лучше их не назначать. Это же не просто, скажем так, советник, это глава украинской делегации. Если представитель украинской делегации перед тем, как ехать в Минск, либо там онлайн говорить с представителями так называемых ЛДНР и россиянами, говорить такое, что там зачем нам тут Донбасс? Это проблема, что Кравчук не владеет социальными сетями. Он не владеет... Понимаете, сейчас же политик должен думать не то, что он сейчас сказал и какие он аплодисменты сейчас, а чем это аукнется потом. Я думаю, что у старшего поколения непонимание последствий. Сейчас современный человек очень должен думать о последствиях вот таких высказываний. Если Кравчук заявляет, то у него должно стоять две задачи. это пожалуйста нападай на Путина, на Россию, но не нападай на своих сограждан. Потому что если Донецк и Луганск это наши сограждане, не надо называть их раковой опухоль, территорию. Потому что Донецк и Луганск не смогла защитить государство, Украина. И чувство вины должно быть у государства, которое не обеспечило безопасность этих граждан, которое допустило там террористов, которое допустило агрессию. Да, Украина слабое государство по сравнению с Россией, пропустило эту плюху, но самому Кравчуку надо иметь совесть и говорить более взвешенно на будущее. Потому что таким образом он пугает, буквально пугает территорию Донецкой области. И людей, которые там живут и ведут мирный образ жизни. Я бы даже сказал... Вместо того, чтобы давать им советы. Когда я выступаю по поводу Донецка и Луганской области, я говорю, примите данность как есть. В какой-то степени Украина виновата, Россия виновата, безусловно, в том, что она туда вторлась, что она там содержит войска, своих специалистов, вооружила их, поддерживает их финансово. Но что мы можем посоветовать людям, которые не участвуют в военном конфликте? Это уходить с государственных должностей, потому что последствия будут для них же, если они там работают по... когда Украина туда придет. Молодому поколению просто уезжать оттуда на материковую часть Украины. То есть искать, где в другом месте применить свою жизнь, чтобы зарабатывать деньги. Потому что если они там останутся, будут последствия. Украина рано или поздно туда придет. Россия рано или поздно уйдет оттуда. И, соответственно, для населения местного будут последствия. Но там же не только в этом последствия, что там сейчас война, а в том, что там... А что там делать? В этом гуляй-поле? Ну, конечно, шахты закроются все, потому что тепловые станции закрываются. Они же порезаны. Уголь, да. Меньше всего используется. Заводы, которые там будут, возможно, уже не будут работать. То есть это еще одно, что надо подсказывать людям и помогать перебираться на материковую часть. То есть надо забирать людей оттуда. И это самая главная задача сейчас Украины. Но заявление Кравчука не способствует этому. Помните, как только господин Кравчук стал представить главой украинской делегации, многие называли политологи, ну, политики можно не брать в расчет, эксперта. Чуть ли не пророссийские такие ореолы рисовали вокруг Леонида Макарыча. А теперь такие заявления абсолютно антироссийские, абсолютно такие вот резкие, которые бесят Россию. Ну да, это действительно режет слух. Ну, это говорит о том, что он пользуется как бы старой методикой, то есть подстраиваться под ситуацию. Это скорее не его убеждение, а его убеждение подстраиваться под сильного. Сейчас он четко увидел, что сделали с Медведчуком. То есть сидит под домашним арестом. И вдруг так сильно меняется риторика. Что сделали с ОПЗЖ? Он, как опытный политик, понимает, что государство додавит весь этот фланг пророссийский. Сегодня запретили въезд Шувалову одному из технологов российских. Шария заблокировали в Литве. Кравчук все это видит. И рано или поздно он понимает, что всплывет его связи с тем же Медведчуком. Потому что связи очень глубокие были еще в те времена. Возвращаясь к самой фразе Леонида Макарыча «отрезать как роковую опухоль», украинцы готовы отрезать, потеряв столько крови? Это всего лишь слова Кравчука. Потому что нужно смотреть в эту тенденцию. К чему все идет? Во-первых, Европа ни в коем случае не оставляет Украину. Европа всеми силами будет затягивать Украину на свою территорию. сделать Украину европейским государством. Поэтому идет финансирование, строятся дороги, поэтому режим Зеленского поддерживается всецело европейскими государствами. НАТО необходимо отодвинуть границы до России, от польских границ. Им не надо Россия близко к Европе. Поэтому чем дальше, тем лучше. Поэтому идут они таким путем. Они вооружают вооруженные силы Украины, они наверное будет Сибри, составят много техники Украины. Сегодня, я вчера буквально смотрел передачу в России, как они пугают своих граждан тем, что Украина стреляет из живелинов. Да, украинцы уже стреляют из живелинов. Что здесь летают турецкие дроны, которые могут там многое сбивать. Да, у нас летают турецкие дроны. Да, у нас военные высокого ранга переодеты в натовскую форму. У нас стандарты НАТО применяются. У нас фактически и НАТО заявило, интересное заявление было, в котором они сказали, что рекомендуют Белоруссии и России не дестабилизировать ситуацию на Востоке. Неужели россияне боятся? Боятся, конечно, боятся. Чего? Потому что они боятся своих внутренних врагов, внутренних демонов. Потому что вот что русский не простит, это то, что Россия не агрессивна. Вот она у нас все время у нее агрессивная риторика, она на все нападает. Это плацебо, родимые пятна Советской Империи. То есть все против нас, мы тут крепость, мы единственные, кто правильно все ведет, и они это скармливают своим внутренним потребителям. Так как они не могут противостоять уже ни Украине, ни Европейскому Союзу, я как-то приводил факт того, что НАТО обладает однотриллионным бюджетом военным и гражданским, то Россия обладает 60-миллиардным бюджетом. Это несравнимые вещи. И когда мы анализируем, почему в Украине так быстро строятся дороги, и почему Зеленский взял это нарушение, это переброска войск. Потому что если что-то случится, у нас есть дороги, на которых быстренько приехать к границе. базы, допустим, натовские и штатовские не будут, но там сидят уже полковники, майоры с прекрасным знанием английского языка. Потому что у меня дочь Сан-Диего учится, она слушала BBC, и там брали интервью как раз на востоке у наших военных. Она говорит, у них оксфордский выговор. Они великолепно говорят по-английски. То есть мы очень близко военные к стандартам НАТО. А это значит их вооружение. Этого вооружения становится все больше. Если говорить о самой Российской Федерации, уже отойдем от темы. Леонид Макарыча Российской Федерации переговоров с США с Путиным и Джо Байденом. Аксиос недавно выдал такую информацию. Интервью было с Владимиром Зеленским с президентом Украины, в котором президент сказал, что ему бы хотелось чтобы Байден с ним поговорил перед тем как ехать к Путину. Поговорил не по телефону а лично. И плюс еще Аксиос тоже написал о том, что Байден решил не встречаться с Владимиром Зеленским из-за ситуации на фотогазе. Можно верить, можно нет? Нельзя верить, потому что так не принимаются решения на этом уровне. Из-за какой ситуации? Да. Быстро приняли решение, тут отменили. Планирование поездок Байдена, тем более на встречи, оно расписано на год, а то и на два, а то и на три. Раз уж выбрали, там уже есть президентские обязанности, где саммит проходит, где какой форум проходит, и Путина воткнули в окно в Швейцарии, там куда Байден приедет совершенно по другому вопросу. И Путин туда подскочит, так сказать. Это вот единственное окно, которое нашли. Надо ли сейчас Байдену перед встречей с Путиным встречаться с Зеленской? безусловно нет. Зачем? Смысл какой? Если и так все понятно. Европа и Америка продолжают давить Россию туда, куда им надо. И даже то, что там сказали заявление достроят поток этот, очень неизвестно. Очень неизвестно. Для российского внутреннего потребителя все как бы хорошо складывается, потому что у них выборы на носу в Госдуму. Им надо говорить о том, что мы достроим, мы всех победили, мы, в общем-то, уже практически все перед нами на коленях. Но когда умные люди мы сидим и говорим подождите, ребята, у вас полтора триллиона ВВП. Полтора триллиона. А у штатов 25 триллионов. А у Европы еще 23 триллиона. Кого там победили? Куда вы побеждаете? Я военные бюджеты гражданские сравнивал. Один триллион и 65 миллиардов. Не знаю, там для людей что-то говорят эти цифры, но сравнения должны говорить о чем-то. И если принято на высшем уровне МВФ, международными финансовыми организациями, корпорациями, а также правительствами таких больших объединений, как Евросоюз и Америка, а я напомню, что Евросоюз это 500 миллионов населения, а Америка это 350 миллионов населения. Фактически миллиард населения говорит о том, что Украина будет с нами. Это наша территория. И они нас включают туда. И в это же время Владимир Зеленский делает такие заявления, как бы вот мне это не нравится, что ты, Джозеф, со мной не поговорил. Должна ли Украина себе ставить? Для внутреннего потребления. И это скорее больше каналы антизеленские поднимают этот вопрос. Но это же слышат в Вашингтоне. Вряд ли они слышат это. Ничего не слышат. Они прекрасно разделяют, что сказано для внутреннего потребления, что для внешнего потребления. И часто даже они одобряют. Вы там, ну понятно, вам же выборы надо выигрывать. То же самое и Путин. Мало ли, что там его генералы заявляют. Мы тут всех победим. А потом они садятся и когда разговаривают, они говорят, ну мы же понимаем, что вы для Урала это говорили. Мы же понимаем, что вы не можете Курилы отдать. А вопрос именно так стоит. Отдайте Курилы. И это стратегический вопрос, потому что мирного договора с Японией нет. А то, что вы там заявляете для своего плебса о том, что мы никогда не отдадим Курилы, отдадите их. Рано или поздно. Ну не вы, так следующий президент. Но вас же экономически додавливают. Вас же подводят к тому, что страна будет разоряться, вы теряете население. Потому что главный ресурс, который сейчас есть у любой страны, это население. Вы способны удерживать на своей территории население. И на сегодняшний день говорится о том, что Россия не способна удерживать население. У них есть территории, где на 100 километров один человек. И они же должны понимать, что граница Китая рядом, где на один километр 100 человек. То есть они рано или поздно ворвутся туда. Наверное, туда и заходят китайские фермеры, китайские крестьяне. На 49 лет уже части не арендована. Это я говорю о той части России. И они должны понимать, что Украина сейчас это уже европейская страна. Вы считаете с ней как? Потому что нам же безвиз дали. Мы летаем в Европу безвиз. Наши граждане, которые не летают, могут там возмущаться или что-то. Но обратите внимание, все последние заявления Украины, они в фарватере Европы идут. Они в фарватере Европейского Союза. И Украину не оставляют. Вот американцы заключили рамочное соглашение о том, что дорогу окружную вместе с мостом будут строить американские компании. Это же говорит о том, что уже американцы сюда входят. Большая приватизация будет, судя по всему, согласно закону антиолигархии, проходить без олигархов. Это значит, они скупят все стратегические компании. Плохо это или хорошо для украинцев, для рядового украинца, это никак. Потому что мы с этими НДСами, мы вынуждены будем в Европу. Но это необходимый шаг, который мы двигаемся. Другое дело, сейчас надо выращивать политические силы, когда мы говорим об идее. Идейные политические силы, которые захотят сделать что-то другое. Мы понимаем, что мы идем как Аргентина, Бразилия, как Грузия, этим путем. Но из этих всех стран уезжают люди на более цивилизованные территории, потому что массы не могут заработать в этом. То есть, здесь невозможно удерживать производительный класс, то есть, богатых людей. Как только вы заработали миллион долларов, вы уже ссоритесь в Европу вместе с детьми. А нам надо зачать здесь собственный богатый класс, который будет видеть свое будущее, своих детей на территории Украины. А это только обогащение масс. Про богатый класс дальше, но не украинский. Я бы вернулся к теме Российской Федерации и лично Владимира Путина. Журнал НВС сделал большую публикацию, по моему сугубо субъективному мнению, шикарную публикацию о самых богатых и самых ближайших к Владимиру Путину людях. Среди таких было выделено около пяти, пять самых близких. Это друзей Геннадий Тимченко, член Совета и директоров компании Новотек и Сибур. Аркадий Ротенберг, председатель правления Федерации хоккея Российской Федерации. Борис Ротенберг, член Совета и директоров СПМ Банка. И братья Шамаловы, совладелец председателя правления Сибур Холдинг и совладелец Банка Россия. Знаете, как часто говорят, санкции бьют не по Путину, санкции бьют по окружению Владимира Владимировича. А может ли, скажем так, окружение от последней капли выпасть, сказать, Вова, иди ты знаешь куда? Может, потому что современный бизнес вы не можете вести без партнерства. И сегодня бизнес ваш, финансирование, технологии, взаимодействие, торговля, она вся без границ сейчас, она вся уже в интернете. И такие, как Ротенберг и вот это окружение Путина, они наверняка должны сидеть и думать, а как мы детям будем передавать? Ведь проблема же следующего поколения, и когда ты смотришь на своих детей, некоторые политики довели своих детей, что они не выездные. У тебя куча денег, а ты не можешь ребенка в Гарвард с мозгами отправить, просто он не въездной туда. Твой ребенок, допустим, занимается какой-то научной деятельностью, а он не может ей заниматься, потому что у него нет доступа к международным аудиториям, к профессуре, потому что твой папа так хорошо нахозяйствовал, что сидит замкнутым в одной стране и больше нигде. Да, у него много денег, но только в одной стране. Многие сейчас почему я говорю, что наши олигархи тоже, они же просрали страну фактически, потому что вы имели возможность встретиться и договориться, чтобы капитализация вашей страны выросла, а вы здесь были уважаемыми людьми, так называемыми отцами-основателями, да, та же самая либертарианская система, больше свободы, освободить от налогов граждан Украины, но вы же таким путем не пошли, сами сдали европейцам свою страну, сами сдали им в руки правительства, сами создали Зеленского и сами под Зеленского дали возможность, чтобы там сформировался пул европейцев, а вас выбросили, потому что вы не нужны, и в результате получается, что вы своими собственными руками уничтожили сами себя, но они это делали все время. Тот же самый Ляшко на Ахметовских каналах клянет всех олигархов, та же самая Тимошенко ненавидит олигархов, они все много лет продуцировали ненависть к олигархам, и когда пришло, и это использовали западные партнеры, чтобы уничтожить олигархов, простым законом, вы за аль, антиолигархий закон или против, и они будут уничтожать и сами себя, и олигархов. В России немного другая ситуация, там есть светоч, вот это. А неважно, это все в пределах одной страны, когда они начинают бить санкциями где-то в Майами, и когда вы становитесь невъездными в Майами, или под контроль ставится огромное количество имущества, которое там хранится. Опять же, сейчас все деньги, миллиарды, они же видимые, они проходят по счетам, их очень тяжело попрятать. Они лезут в офшоры, чтобы, а чьи, собственно, эти кодированные счета, они начинают договариваться с той же самой Швейцарией, чтобы кодированных счетов не было. Короче, они делают все, чтобы достать эти большие деньги, и теперь, если ты уж миллиардер, то покажи всю белую бухгалтерию. Ты должен быть на виду. И поэтому вот этот вот закон, он антиолигархический, он заставит их все вывести на белое. Потому что олигарх, это же еще огромная часть теневого сектора. Смотрите, если говорить о такой ситуации над банками в Швейцарии, офшоры и так далее, и тому подобное, для россиян-то тяжелее. Санкции, опять-таки, то, о чем вы говорили. Ну и в один момент все-таки, я думаю, наступает такой вот процесс, когда ты думаешь, слушай, Вова, серьезно, либо ты попустись, либо я не знаю, что ты думаешь. А от него ничего не зависит. Даже не он создает эти законы. От Путина? Нет. Я именно имею в виду Владимира Путина, у которого есть друзья-олигархи, друзья-миллиардеры, которым, ну, я думаю, немножко осточертело, то, что они не могут отвезти жену на озеро Кома. Шучу сейчас. Не могут. Не могут. И Путин не может. И он не пользуется своими деньгами. И жить осталось не так много. И ты понимаешь, что твоя жизнь, извини, а ради чего это все. Ты же не построил великую Россию. Ты же не озолотил свой народ. Ты, да, работал, как все остальные. И что дальше? Дальше все равно надо заглядывать в будущее. А что с твоими детьми? У Путина тоже есть дети. А что вот тот же самый Лукашенко, если возьмем, да, вот он везде таскает своего сына. Он его засветил уже везде. Он что, наследника растит? Вы можете себе представить, что там будет наследие какое-то? Придет другой президент, и этот сын, возможно, окажется в тюрьме. Как дети Сталина. Дочка Сталина оказалась в Америке, но она более-менее удачно стала, там книги писала. Но сын-то Сталина оказался в тюрьме. Вот проблема этих людей. Дети этих Ротенбергов, где они будут? Они что, мечтают? Они должны сказать своим родителям, слышь, папа, ты тут, конечно, до хозяйства, но можно было на 100 миллионах и остановиться. Может, мы тогда не с теми договариваемся? Нужно договариваться с людьми, которые имеют огромный капитал у себя под ногами? Мы толком не знаем, как они думают. Может, они думают, то есть сошли с ума и думают, что они вечные. Ну, в конце концов, Кощей Бессмертный тоже думал, что он вечный. Потом нашлась игла, новое поколение, новая технология, утка, заяц. Короче, пульнет куда-нибудь, сломает иглу и все. Может, ему трубу сломают, сейчас ему ломают трубу эту. То строят Северный поток, то не строят Северный поток. А потом возьмут и сломают ее. И что тогда? Посмотрим, скажем так. По словам Путина, первая нить уже достроена, Северного потока 2, но не запущена. Давайте не забывать. Об этом до конца, полностью в эксплуатацию, Северный поток 2 не запущена. Спасибо большое вам за то, что пришли к нам в студию. Геннадий Балашов, лидер партии 5.10, был в студии Политока Онлайн. Друзья, лайки, комменты, подписка, все это под видео. Не забывайте про колокольчик, чтобы знать, когда выходит наше видео. И я напоминаю вам, что у нас есть еще и канал Политока Ньюз. Подписывайтесь и на него, там каждый день для вас эксклюзивные новые видео. Всем пока.